Вот об этом всем давайте прямо сейчас и поговорим с народными депутатами. У нас в студии представители двух наиболее ярких оппонентов в нынешнем созыве Верховной Рады, блока Петра Порошенко и Батькивщины. Алексей Гончаренко, замглавы фракции ВПП. И Алена Шкрум, народный депутат от Батькивщины. Алексей, скажите честно, действительно выборы уже не за горами? Зачем делить округи за два года до выборов? На самом деле это поздно, надо делить на первый же день после выборов. Надо готовиться к выборам с первого дня после того, как они закончились. Только тогда можно получить победу. Вариант досрочных выборов. Ну вот говорили, этой весной, этой осенью, возможно уже на весну переносят. Вы рассматриваете в вашей политсиле или нет? Знаете, вероятность есть всегда 50 на 50, или будут, или нет. Но сегодня я не понимаю, что они дадут стране. Это как с вероятностью встретить инопланетяне. Приблизительно такая же. И я не понимаю, что они дадут стране. Ради чего потратить миллиарды гривен, остановить любые реформаторские процессы? Ведь мы уже понимаем, что в момент выборов никаких реформах и речи быть не может. Будет сплошной популизм. Если это Украине на пользу, давайте. Но я не вижу в этом случае. Алена, а Батьковщина уже разворачивает штабы, делит округи с возможными союзниками? Вы как-то отреагировали на эту информацию? Мы сейчас готовимся к выборам в объединенные территориальные громады, потому что мы надеемся, что за рахунок децентрализации мы сможем показать какой-то результат на местах. И мы его уже показываем по многим объединенным территориальным громадам, где нас поддерживали. Но на самом деле в том, что сказал Алексей, очень страшная истина. Потому что он говорит, что на первый день после победы нужно готовиться к выборам. И тут проблема, потому что влада имеет где-то один год, Тоні Блер сказал, три месяца после победы сделать реформы. А влада, вместо того, чтобы первые три месяца или первый год делать болючие реформы, и чтобы результат был через пять лет как раз до выборов позитивный, они готовятся к выборам следующего дня и делят округи между собой. Для меня вообще не сенитность делить округи. Я первый закон, который подала с фракцией Батьковщина в парламент три с половиной года назад, это была отмена мажоритарки. И это то, что мы обещали спольно в коллекционной угодке. На жаль, этого не происходит, но мы же видим, что за рахунок мажоритарки проходят страшные коррупционеры, которые потом вступают в фракцию ББП, а потом иногда выходят и идут в фракцию БДП. Но об этой вашей инициативе вы уже неоднократно рассказывали в моих эфирах. Единственное, что в первые три месяца мы были вместе. Нет, Алексей, вопрос, который более интересен нашим зрителям, чем возможные или невозможные выборы. Будут выборы, все равно объясните, почему они нужны и вы, и ваши оппоненты. С первого октября пенсии будут повышены или не будут? Да, будут. И та попытка саботажа, которую сейчас пытаются провести Батьковщина и самопомощь, а иначе это назвать нельзя. Знаете вообще слово саботаж? Это от старо-французского сабо, это деревянный башмак. Такие деревянные башмаки рабочие вставляли в механизм станка, когда они хотели его сломать. Так вот сегодня Батьковщина и самопомощь своими деревянными поправками пытаются сломать механизм парламентской работы и принятия реформ. Алена вам сейчас тоже скажет, что это Елена Блок Петра Порошенко, например, делает собачивую. А почему я говорю деревянные поправки? Пожалуйста, я вам приведу пример. Позрители сами решат. Поправка. Зменитые слова «браты участь» на «прииматы участь». Зменитые слова «явка» на «прибуття», «неявка» на «неприбуття». Скажите мне, и мы за это голосуем, это в парламенте все происходит. Скажите мне, пожалуйста, у нас парламент, и мы принимаем закон, или у нас филологический кружок? Хорошо, Алексей, что мешало проголосовать сначала пенсионную реформу, а затем приниматься за такой большой громоздкий процесс, как судебная реформа? Потому что судебная реформа была полностью подготовлена, а пенсионная реформа, еще поправки рассматривали в комитетах. Хорошо. Если пенсии, как вы говорите, с 1 октября будут повышены, на основании чего? На следующей неделе вы не работаете. На основании решения парламента от 5 октября, четверг, 5 октября, я верю в то, что парламент сможет продемонстрировать, что он заботится об украинских пенсионерах. Алена, до 5 октября, до 5 октября парламент будет разблокировано от вот этих вот поправок по судебной реформе, чтобы проголосовать за... Парламент не заблокованный. Я не понимаю, почему не можно было... Парламент тонет в поправках. Мы голосовали в первом читании с 10 застережениями. И мы будем боротися за эти застережениями. На сегодняшний день вот этих поправок из 4 тысяч сколько осталось? Коллеги, не нужно было подавать вообще эти судовые кодексы, так званые, сейчас. Нужно было их рассматривать або позже, або раньше, разделить, и комитет вообще с ними не работал. Державную службу, когда мы разом принимали, у нас было 1500 поправок, не набагато меньше, да? Но ставилось на подтверждение 10, потому что мы в комитете отработали эту реформу, и я особо отработала эту реформу 6 заседаний комитету. Тут комитет принимал то, что хотела администрация президента, руками, без обговорения. Я была на этом комитете, без обговорения поправок. И вот, что мы имеем в зале. Я не буду голосовать за всю судовую реформу с этими... Хорошо, очень короткий вопрос, очень короткий ответ, пожалуйста, буквально да или нет. В октябре пенсионное будет проголосовано? Пенсии будут повышены? Хотя бы даже задним числом, как обещает Розенка? Это зависит от коалиции. Коалиция будет проголосована, как вы говорите, 5 октября? Да, 5 октября мы проголосуем пенсионную реформу, несмотря на весь таботаж. Все равно придется сюда вернуться, и мы тогда с вас спросим. Конечно, и очень скоро. Спасибо огромное вам за участие в программе. Алена Шкрумбатькевщина, Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко были гостями подробностей недели. Мы продолжим.